Понять, насколько сегодня актуальны проблемы со зрением у детей, можно по очереди пациентов в кабинет к офтальмологу. Спазм аккомодации, безорукость, дальнозоркость и астигматизм – это наиболее часто встречающиеся в школьном возрасте нарушения зрения. Причем с каждым годом болезнь только молодеет. Основная причина – в бесконтрольном использовании компьютеров, планшетов и смартфонов, то есть электронных устройств, которые негативно сказываются на здоровье глаз. Зачастую школьники, боясь, что им ограничить время за компьютером, не говорят родителям о снижении зрения. Однако понять, что ваш ребенок стал хуже, видеть легко, стоит лишь за ним понаблюдать. Самое интересное, что когда у детей снижается зрение, они очень редко говорят это родителям, потому что очень боятся, что родители запретят им сидеть за компьютерами. И когда уже приходят, бывает это очень поздно. А факторы, которые родители должны обратить внимание, где-то ребенок стоит на улице и то, что раньше видел, то уже теперь он не замечает, не может увидеть номер автобуса, не может прочитать какую-то надпись, где-то сильно нагнулся над книжкой, где-то ближе подошел к телевизору, где-то начинает щуриться. Вот это вот основные факторы, которые родители должны обращать внимание. Объем зрительной нагрузки у младших школьников в среднем составляет 5-7 часов в день. У учащихся среднего и старшего звена – 8-10 часов в сутки. Если ребенок, к тому же, редко бывает на свежем воздухе, малоподвижен и часто болеет, то он входит в группу повышенного риска развития зрительных расстройств. Также нужно обратить внимание на освещение в детской комнате, а он должен равномерно рассеиваться, без детских теней. За созданием благоприятных условий для учебного процесса, с распределением равномерной нагрузки на глаза и другие органы, также следят в школах, детских садах и в других учреждениях образования. Первое, на что хочется обратить внимание, это наличие хорошей освещенности в учебных помещениях для детей, в том числе и в спортивных залах. Очень важное значение имеют еще и вопросы рассаживания детей. То есть по результатам справок, предоставляемых от участковых педиатров или от врачей-специалиста, медицинские работники школ совместно с педагогами производят рассадку детей. Для профилактики нарушений зрения очень важны такие факторы, как организация занятий и отдыха в школьное и внешкольное время, а также правильное питание. К примеру, после школьных уроков глазам необходим часовой отдых. Также полезно выполнять длительную гимнастику 2-3 раза в день по 3-5 минут. Ну и, конечно, не забывать про витаминные комплексы, способствующие улучшению зрения. И про чернику, славящуюся своим целебными свойствами. А самое главное правило – не пренебрегать здоровьем ребенка, не заниматься самолечением и раз в год посещать офтальмолога. В профилактических целях, чтобы избежать тяжелых, необратимых последствий.